Донбасс является объектом экономической блокады, санкций, и Украина блокирует Народные Республики. Какую оценку Вы можете дать на сегодняшние экономические ситуации в стране? Вы правы, действительно, Украина с 2014 года блокирует экономически нашу территорию. Она пытается задушить экономические, задушить ДНР и ЛНР. Ситуация, на самом деле, неоднозначна. Есть масса проблем, которых мы пытаемся решить, и которые решаются с большим трудом. Это связано, в первую очередь, с тем, что мы являемся непризнанными государствами. И это откладывает определенный отпечаток на все наши дальнейшие действия. Но, как бы ни было трудно, я бы хочу заметить, и обращаясь именно к Вам, через Вас, жителям Европы, и, естественно, к жителям ДНР, что, перспективы развития нашей экономики, они все-таки имеют положительные стороны. Ну, то есть мы можем с уверенностью говорить, что у нас есть прогресс в этом плане. Вы обратите внимание, у нас каждый день запускается какой-то завод. Ежедневно запускается какое-то предприятие. Постоянно растет товарооборот между нами и Россией. Мы уже уверенно поднимаем пенсии и зарплаты. То есть выравниваем какой-то определенный эквивалент денежный, сравнивая себя с Украиной или с Российской Федерацией. Есть масса трудностей, но они все решаемые. Все на самом деле решаемые. Народ у нас трудолюбивый, земля у нас богатая. И для того, чтобы все это восстановить и жить, как мы мечтаем, как мы хотим жить, нужно тут лишь одно – труд и время. Люди трудолюбивые, время, даже силы и оружие. Мы-то в свое время отстоим. И Донбасс вернется к тому, что он будет, как и раньше считался, самым просветающим и самым богатым регионом не только Украины, я думаю, что всего Юго-Востока, даже Российской Федерации. Анна Долгорева, «Русская весна». А расскажите о том, какую поддержку Россия оказала Донецкой Народной Республике? Ну, знаете, на самом деле, тем более от вас этот вопрос слышит меня странно, как «Русская весна». Вы прекрасно знаете, какую поддержку оказала Российская Федерация. Но, в первую очередь, это политическую. Политическую и в том числе и минские договоренности, присутствие Российской Федерации – это неоценимая помощь для того, чтобы мы смогли на политической арене так же успешно воевать, как мы воевали на полях сражений. Второе, наверное, основное – это гуманитарную. Ну, в предыдущем опросе мы освещали, что у нас была экономическая блокада, и есть, к сожалению. Но без помощи России, без помощи русского народа мы, наверное, к сожалению, не выстояли. Элементарно – это продукты питания, это вода, это материалы, которые использовались для восстановления определенных жизненно необходимых для развития государства, общесуществования отраслей, то есть электронной энергетики, угольной промышленности. Да даже само присутствие этих гуманитарных конвоев показывало нашему народу, что мы не одиноки, что у нас есть братский народ, который с нами, который подставил свое плечо и который до сих пор это делает. Если бы не та гуманитарная и политическая помощь, я уверен, что жертв в этой войне, среди мирного населения было бы в десятки раз больше. А просто хотелось узнать про конкретику, то есть, например, экономические инвестиции в развитие промышленности Донецкой Народной Республики такое, как что-то было? Ну, если вы спрашиваете о начальном этапе войны, какие могут быть инвестиции в том, что сейчас идет боевые действия, это первое. Если разговариваете о сегодняшней ситуации, которая на сегодняшний сложилась, да, это немножко другой вопрос. Ну, действительно, экономические инвестиции, предприятия, ну, вот скоро открывается первый гипермаркет инвестиций Российской Федерации, да. Российские бизнесмены, вообще русские люди участвуют во многих проектах экономических на территории здесь. Это и сельское хозяйство, и угольная отрасль. То есть, на самом деле, экономика, она, без инвестиций нашей, она вообще любая, существовать сложно и практически невозможно в любой экономике. Поэтому инвестиции присутствуют, но не в том объеме, в котором бы хотелось. Но для этого есть тоже объективный ответ. Если мы были бы признаны, я уверен, что инвестиции в наш регион были бы, наверное, в тысячу раз больше, чем сейчас, а может быть даже в миллион, я не знаю. И экономические вопросы здесь плотно, и густо переплетаются с политическими. То есть, решая политические задачи, мы автоматически решаем политические, экономические вопросы. Ну, надеюсь, что нас когда-нибудь поздно признают, и эту проблему сама по себе исчезнет. Следующий вопрос. Александр Владимирович, на данный момент война продолжается уже больше двух лет. Какова сегодняшняя ситуация на линии фронта? Ну, я сейчас, наверное, буду говорить те вещи, которые... о которых не говорят средства массовой информации в Европе, но военная ситуация на линии разговаривания, вообще на территории Донецкой Народной Республики, сложная. На сегодняшний момент те части и подразделения, которые сконцентрированы на передовой, с уверенностью позволят Украине начать несколько наступательных операций на разных участках фронта. Поэтому вопрос, когда это произойдет, это, наверное, вопрос времени. Ситуация для Петра Алексеевича Порошенко, на самом деле, критична. И единственный способ избежать определенных проблем и в экономике, и в политической жизни Украины, это развязывание конфликта здесь, на территории Донбасса, на территории Донецкой Народной Республики. Мы к этому готовы, скажу откровенно. Ожидаем это уже не один месяц. Если такое произойдет, это будет последнее наступление украинских войск. В следующий раз мы будем разговаривать, скорее всего, в Украине уже, о Украине в Киеве, скажем так. Поэтому ждем, милости просим, встретим, приедем, поговорим. Александр Владимирович, после начала активной фазы войны и успешной обороны Донбасса еще летом 2014 года, мы стали свидетелями подписания первых минских соглашений о перемирии и о дипломатическом урегулировании конфликта. Но оно действовало только до начала 2015 года, когда снова активизировались боевые действия. За вторым военным поражением Украины последовало заключение Минска-2. Как вы могли бы прокомментировать значение минских соглашений для Донецкой Народной Республики и какова сейчас текущая ситуация по регулированию конфликта? Вы абсолютно правы. Как только Украина начинает проигрывать на полях сражений, сразу возникает, сразу они начинают кричать на весь мир, нам нужно перемирие, мы хотим решить вопрос мирным путем. Давайте посмотрим. Первое перемирие – это Иловайский котел. Большие потери украинских войск в Иловайском котле. Уничтожено несколько батальонов, несколько бригад. Сразу возник МИКС-1. Мы пошли навстречу, мы показали жест доброй воли, остановили наши батальоны и пытались мирным путем, мирным путем повторяю, решить конфликт, который у нас возник. То есть мы думали, что Украина будет договорноспособна, и наши требования они услышат. К сожалению, Украина первое перемирие использовали для перегруппировки войск, для объявления первой, второй, третьей, четвертой мобилизации, для укомплектования частей, которые были разбиты и потрепаны в этих боях, для создания новых подразделений. И после этого в 2015 году возник для Украины еще один котел – это Дебальцевский. Опять огромные потери украинской армии, опять тысячи убитых, и опять возник МИКС-2. Опять Украина начала просить перемирия, опять она пыталась обмануть, и до сих пор обманывает все мировое сообщество, и показывает, что что-то там о чем-то пытаются договориться. Мы опять же остановили наши батальоны, и опять же с доброволью. Смотрите, что мы все-таки готовы. Мы не хотим войны, мы хотим с вами сесть за ствол переговоров. Мы хотим вам объяснить, что мы живем по своим законам, что уже ситуация, которая сложилась, это уже сложилось не в вашу пользу, но давайте договариваться. К сожалению, опять Украина это перемирение использует для укомптования частей, для развертывания новых подразделений, для ремонта техники, для производства новой боевой техники. И сейчас опять возникает, вот видите, опять же, возвращаемся к предыдущему вопросу, что Украина может в любой момент начать наступление. То есть она опять использует промежуток мирного времени для подготовки к новой войне. Но обращаясь ко всем жителям Европейского Союза, благодаря вам, наверное, донесут информацию, что мир для Украины нужен, чтобы она продолжала войну. Это единственный агрессор, который находится на территории Украины. Это единственные террористы, которые здесь воюют. Больше здесь людей, которые хотят войну, нет. Мы хотим жить по нашим законам, мы хотим воспитывать наших детей спокойно, мы хотим заниматься экономикой, мы хотим просто жить по-человечески. И преграда к этому, это та власть, которая захватила в 2014 году. Это те люди, которые захватили власть в 2014 году. Это Турчинов, это Яценюк, это Аваков, это Порошенко. Можно продолжать целый список. Это те люди, которые действительно хотят войны. КОНЕЦ Продолжение следует...